Итак, всем привет, с вами ДАБГ, мы продолжаем играть за венную партию. В прошлой серии мы начали готовиться к войнам на нашем континенте и дождались пока вершится большая война, чтобы не вмешиваться и дать как бы полноценно кому-то победить. Теперь уже мы знаем победителя, мы подготовили наши армии. Кроме того, я здесь еще подготовил немного железнодородонужных орудий, они тоже нам на самом деле неплохо помогут. Давайте даже делаем вот так, чуть-чуть по-другому. И мы, собственно говоря, можем уже нападать. Я буквально еще пересмотрю, чтобы все точно было на месте. Подлодки, авиация, и будем нападать. И вот момент, собственно говоря, настал. Призываем сразу бедных наших соединников, чтобы отсюда начать наступление. Авиация все на месте, лод на месте. Мы построили здесь несколько радаров. Что-то пушка еще одна успела достроиться. Возможно, скоро будет вторая. И так, а ребят не хотят у нас в войну зайти? Не хотят. Может они в гармонии? Вот это, кстати говоря, неприятный момент. Нужно сейчас, значит, пересмотреть чуть-чуть наше действие. Смотрите, сколько дивизий нам хотят отправить просто буквально все. Забавно, что даже страны, которые как бы, типа, да, недружелюбные к нам, казалось бы, хотят отправить нам 10 дивизий. Но нет, мы от всего этого откажемся, потому что эта победа будет полностью наша. И вот, кстати говоря, мы тут начинаем перехватывать кучу конвоев тоже. А вот теперь, смотрите, вот какой кайф, конечно, эта игра. А теперь, смотрите, они нам предлагают, давайте мы зайдем в войну. То есть здесь они не хотят из-за этого руина все наступление. Но, о, а давайте мы теперь поможем. Молодцы, ребята. Единственное, я заметил неприятное... Блин, у нас войск в резервах особо-то и нету. А вот здесь вот у нас тоже была, оказывается, граница. Надо туда что-то перенаправить. Ну, в любом случае, хотя ладно, пофиг, но это... Мы здесь просто невероятно быстро прорвемся, танкам третью скорость поставим. И нормальное наступление сейчас пойдет. Но то, что они сразу не вошли в войну, это просто бред. Ну, с танками, да, видите, как все сразу невероятно весело идет. Кстати говоря, нам придется повысить закон о мобилизации людей. Нам не хватает людей. Хотя мы все равно сейчас будем продолжать наступать успешно, но... Это будет снижать наши характеристики. Нехватка ресурсов людского. Так что надо, к сожалению, повысить. И тут, кстати говоря, мы пробились так сильно, что вот эти войска даже потеряли фронт. Надо их куда-то, наверное, на север направить. И вот несмотря на то, что у нас людских ресурсов под ноль, потому что, ну, не успевают еще мобилизоваться так, чтобы везде все заполнить. У нас наступление все еще везде проходит достаточно хорошо. Единственное, я бы на самом деле поставил всем третью скорость, опять же, чтобы они все просто давили. Нужно капиталировать, быстро говоря, и вот эту страну тоже, хотя она марионетка. Я не уверен, реально придется ли. В случае, я вижу, что мы здесь вот как-то потеряли одну дивизию. Видимо, из-за того, что здесь какие-то вот тут приколы со снабжением начались, да. Надо, значит, сейчас быстренько посмотреть и все починить. А танки здесь на западе просто потихонечку расширяют вот этот вот прорыв. Произошло падение Аквилы. Сразу за этим последовала капитуляция всей республики. И, как я и говорил, что дальше за ними капитулировали, в принципе, и другие страны. У нас, кстати, фокус на марионетку. Точнее, как бы, да, казус Белли. Но я вот даже не знаю. Я бы на самом деле захватывал. Затем получал бы подчинение. И таким образом людские ресурсы в итоге из этого получал. Потому что мэнпавера не хватает. Да, сейчас мы, конечно, потратим много на гарнизоны. Но через какое-то время это окупится тем, что мы будем это получать с мэнпавером. И я, кстати говоря, пришел к выводу, что мне надо вот эти две страны просто выкинуть из фракции. Захватить, потому что, ну, то, как они меня подставили в начале этой войны, это просто абсурд. И то, что они там... У них там гармония, это тоже абсурд. Потому что я ожидал, что они по фокусам придут как к... Не знаю, там, марионетке, либо вступлению просто в состав. Потому что я помню, что там какие-то такие фокусы точно были. И вроде бы к ним они и шли. Но что-то пошло не так. Так что сейчас эти две страны тоже вступят в состав нашей. И мы, кстати говоря, от них тоже получим мэнпавера, потому что их можно национализировать. Как только я их выкинул, они сразу попросились обратно. Моих лучшие надежные выживания. Да! Почему вы тогда не наш фассал? От того, что вы просто будете в нашем альянсе, мне толку нету. Ну да. Нет. Я сейчас только единственное, чуть-чуть вот сюда схожу, позахватываю нефть, я думаю. Потому что мне немного не хватает нефти. И после этого мы уже пойдем захватим вот эти территории. Параллельно у нас здесь будет расти печенье. Кстати говоря, вот так вот примерно мы сражались. 230 подлодок против вот этого всего флота. Мы просто топим им эсминцы. Их эсминцев не хватает, чтобы наши подлодки перебить. Так, у меня тут войска прибыли на юг уже наконец-таки. Можем мы начинать с отступления. Я бы сказал, нормально оно продвигается. Кстати, у наших дивизий огромные. Так что да, проблем особо нету, все прекрасно. Здесь уже я даже не очень уверен, что мы вообще по фокусам, в чем мы нуждаемся. Давайте просто какие-то микрофабрики будем получать. Сразу я готовлю КБ вот сюда. Поэтому пойдем со следующей страной. Нам нужно больше нефти. Потом сюда обязательно, сюда. Возможно где-то что-то тут еще. И параллельно я готовлю тут один КБ. Сейчас будем захватывать что-то на юге, что-то здесь. И так потихонечку будем расширяться. Возможно, но я не уверен, чтобы прям все захватывать. Но по крайней мере большую часть ресурсов вот здесь вот на западе, всякую нефть, я бы точно захватил. Потому что, несмотря на то, что у нас ее очень много, ее все еще не хватает, когда мы прям поднимаем в воздух всю нашу авиацию и в море весь наш флот. Потому что флот у нас уже достаточно большой. По крайней мере подлодочный. И авиация тоже. Если что, у нас в авиации только служит 400 тысяч человек. То есть, я подозреваю, что вот здесь вот, да, здесь армия просто меньше, чем наша авиация. У нас летчиков в два раза больше, чем солдат в аси, вот этой вот астерии. Ну и, конечно, уже недолго после мы успешно капитулировали эту страну. И сразу можем готовиться к нападению на следующую. Возможно, даже стоит какую-нибудь еще одну армию перетянуть. Допустим, вот эту тоже на юг, чтобы здесь поменьше ресурсов потратить людский. Ну, вот тут, казалось бы, ли готов. Соответственно, мы нападаем. Авиация у нас уже вся везде на позициях. Войска тоже. И без проблем. С, я думаю, да, минимальными потерями мы их закатываем. Единственное, я думаю, побольше дивизий перевести накид танки либо механизированных соединений, чтобы еще меньше нести потери. Но подумаем, посмотрим. И вот тут у нас казбели готов. Мы сразу делаем следующую казбели на вот эту страну и на Аравийскую республику. И начинаем наступление, очевидно, сюда. Ну, вообще без особых проблем. Про вот эти войска мы можем даже не волноваться. Там у них нет снабжения. Территория не национальная. Хватит заходить только вот эти. Ну, и, конечно, потери прекрасные. Нашу сторону. И, кстати говоря, на востоке тут речная федерация образовалась. Сейчас она, я думаю, все вот это поглотит. Можно будет потом с ней повоевать. В принципе, у нее там кое-какая промышленность есть. Что-то она нам противопоставит. Но мы, в любом случае, ждем тут, пока КБ доделаются. Так, мы готовы к нападению. У нас авиация на позициях. Войска на позициях. Зажимаем мы сразу приказы об атаке. И, кстати говоря, не все так радужно. А, нам нужны истребители. Что с ними стало? Я вроде им давал приказы. Нужны истребители, и станет, да, получше. Собственно говоря... Опять багнулась. Надо быстренько перезагрузиться. Все отлично. Перезагрузился. Теперь можно смотреть потери свободно. Конечно, у нас потери меньше. Но я бы хотел, чтобы они были еще меньше. Надо еще больше механизированных войск. Я постепенно все перевожу. Но это занимает какое-то время. Хотя, с другой стороны, конечно, механизированного войска больше по снабжению потребляет. Но статы слишком космические. Просто посмотрите на эти статы. Эти дивизии очень сложно пробивать. Хотя, ну, я имею в виду пробивать по урону. Просто пробить, я, конечно, в данный момент, я думаю, даже у пехоты хватает. Ну-ка, где-то можно посмотреть. Давайте, допустим. Ага. Из-за снабжения у них организация не исполняется. Вот. Мы пробиваем. Да, ну они, в принципе, тоже нас пробивают. Пехота, опять же. Да, броня большая. Но это уже этот момент игры, когда броню нельзя будет пробить. 22 брони это очень даже мало. И мы уже успешно прорвались там на юг. И тем временем у нас здесь тоже готовка с Белли. Следовательно, что? Следовательно, здесь мы тоже начинаем наше наступление. Единственное, надо шустренько перебросить авиацию. Ну, это дело такое, достаточно простое и быстрое. Потери, да, там космические просто сразу нас... Просто взлетают. Ну, а здесь мы, да. Я думаю, тоже скоро Аталузы сразу и капитулировало. Логично. Отдельно мы сразу ее аннексируем. Ну, а здесь мы успешно пробиваемся. И это просто вопрос времени, когда мы здесь вот займем все главные города. Последний довод. Нет, а это значит, что у нас теперь есть ядерные бомбы. И учитывая то, как мы строим реакторы, нас их скоро будет много. Теперь мы сможем их применять. Единственное, нам нужно будет обязательно стратегические варвардировщики поисследовать, чтобы можно было их скидывать. Но, в целом, это не займет много времени. А вот капитуляция Аравии. Собственно говоря, это даст нам, я думаю, очень много ресурсов. Да, у нас уже нефть неплохо подросла. Да и другие ресурсы тоже у нас. Вон, хром теперь не надо импортировать. А хром потребляет наши танки новые, собственно говоря. Представьте, мы почти тысячу стали тратим на танки. Ужас. И продолжаем мы наше завоевание. Но мы не останавливаемся. Вот так, новый газ из Белли готов. Это значит, что мы нападаем на следующую страну. Достаточно успешно, очевидно. С механизированными войсками и потери поменьше. При этом не на это смотреть. Единственное, они очень много начинают, из-за того, что я очень много перевел на механизированные войска всей дивизии, начинают они гореть. Вот тут без снабжения. Наверху там у нас тоже. Мы и тренируем. И здесь немножко снабжения оборвалось. Так что тестраиваем мы. И из-за этого я перевожу еще больше своих военных заводов именно на механизированные единицы. Ну и долго они не держатся. Они, в принципе, быстро сдаются. Доделаем мы на Вединю козы Белли. И начнем делать новый козы Белли для новых завоеваний. Кстати говоря, у нас наконец-таки умер король. На самом деле грустновато. Имел некоторые бафы, но в целом без разницы, потому что на этом этапе нам уже как бы эти бафы вообще ни на что не влияют. Ждем мы дальше козы засыпали. И, собственно говоря, нападем сюда, нападем сюда. Возможно, еще какая-то страна на востоке. Точнее, на юге. Но, скорее всего, наверное, уже нет. Я уже тут гарнизоны готовлю. То есть следующее нападение наверное после Ведины будут сюда. Значит, наверное, на Речную Федерацию. Виттенленд. Здесь что-то мы захватим. И уже будем целиться на западный континент. Произошло интересное событие. Ведина вот объединилась с Новой Грифонией. И я вообще заметил, что оттуда не моноблок. Я думал, что Эквестре в принципе подчинилась и все. Но нет. Сталинград независимый, нейтральный. Нова Грифония независимая, нейтральная. Значит, мы высадимся в Ведину. Точнее, захватим Ведину. Затем высадимся в Новую Грифонию. Потом захватим Сталинград. И только потом мы сможем воевать с Эквестреей. И это будет намного проще, чем если нам высаживаться куда-то и пытаться пробиться. Собственно говоря. У нас будет очень много фронтов. По моему прошлому опыту мне приходилось высаживаться где-то на юге, где-то на востоке и как-то пытаться продавить. С уже готовыми землями на севере напасть будет намного проще. Это очень хорошие новости. Ну и мы, собственно говоря, можем в принципе уже нападать на Ведину. Почему бы и нет? Единственное, я... Я перевел уже полностью танки наши на ОБТ. Ну, общебоевые танки. Из-за этого они чуть-чуть не дополнены. Но в целом статы у них очень выросли. Особенно вырос прорыв. Давайте посмотрим еще на наши потери. Прекрасное число. Просто один к тысяче. По ощущениям, да? Даже где-то побольше. Ну да. Соотношение просто прекрасное. Там еще Хоукленд есть какой-то вот этот вот. Ну, я подозреваю, что мы на него тоже нападем. И высадимся. Как-то говоря, тут делал машины-амфибии, так что у меня тут морпехи тоже потихоньку будут готовиться. Вот, увиденное капитулировало. Тут останется только добить всякие войска их союзников. Вообще, я думаю, на этом можно серию подзакончить. Мы так очень неплохо расширились. Я тут параллельно сейчас буду воевать, я думаю, с Речной Федерацией. Ну, сначала вот это, микро-чела, захватим. Затем захватим Речную Федерацию. Высадимся в Новой Грифонии. Тут что-то, может, подобиваем. На юге здесь пока все еще странные такие, неинтересные. Поэтому там мы не будем уже добивать ничего. И захватим, я думаю, вот этот полностью континент. Так что, ребят, с вами был Дабгай. Подписывайтесь на канал. Обязательно, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки, оставьте комментарии. Все, как обычно. До скорых встреч. Пока.